Добрый вечер, Гомель! Сегодняшним эфиром мы открываем цикл телевизионных программ, посвященных 80-летию Гомельской области. И открывает этот цикл передача о районе, который имеет богатую многовековую историю, которую очень любят местные жители. Говорят за красоту, внешнюю и внутреннюю, за особую атмосферу, настрой и уют. Брагинщина. На ее территории обнаружены стоянки первобытных людей, сохранились исторические памятники. Именно на эти земли упали капли метеоритного дождя. Не обошли стороной этот край разрушительные войны. Чернобыльская трагедия накрыла его своим черным крылом. Но район живет, несмотря на трудности и проблемы, и с позитивом движется вперед. Что изменилось на Брагинщине в последние годы? Благодаря чему она переживает свое второе рождение? Кто и что есть главное достижение и гордость района? Об этом и не только. Сегодня в программе. Дорогие друзья, и я с радостью представляю гостей. Сегодня сегодняшние программы. Знакомьтесь, пожалуйста, Петр Константинович Романюк, Николай Васильевич Ещук, заместитель председателя Брагинского районного исполнительного комитета. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и, конечно же, главный хранитель фондов Брагинского исторического музея с картинной галереей Надежда Мелешко. Надежда, добрый вечер. Ну, как я понимаю, что все о своем районе знают местные жители. Скажите, пожалуйста, вот что обычно говорят люди, приезжающим впервые в Брагинский район? О чем стремятся рассказать? О чем хотят поведать? Ну, в первую очередь, информацию о районе можно получить уже въехав в район, увидев ухоженные поля, аккуратные населенные пункты, посетив сайты учреждений, как наши газеты «Маяк по лесу», так и официальные сайты исполкома, учреждения образования и культуры. Ну, конечно же, приезжая в район, жители хотят рассказать о своих изюминках. Безусловно. О своих традициях, о своих гостеприимностях. Поэтому, что можно сказать о районе нашем? Это в том, что у нас проживает около 12 тысяч населения. Мы граничим с Украиной, и с Черниговской областью, и с Киевской областью граничим. Мы граничим с Ходницким и Ловинскими районами. Наша площадь 196 тысяч гектаров. У нас чуть больше сельского населения, чем городского. Ну, а для тех, кто хочет познакомиться ближе, я думаю, должна оставаться изюминка, секрет. Приезжайте к нам и все будет видеть. Зовете. Ну и прекрасно. Спасибо, большое спасибо, Николай Васильевич. Я думаю, что уже сейчас появились желающие посетить Брагинский район. А если мы послушаем еще Петра Константиновичу и Надежду, так и со всем делегацией просто в Брагинский район отправимся. На долю Брагинщины, к сожалению, выпало немало испытаний. И на сегодняшний момент, вот на ваш взгляд, как удалось справиться региону с вот этим ярлыком, пострадавшей от Чернобыльской аварии? Хотят ли жители сегодня слышать это сочетание? Вы знаете, действительно, ярлык был, было иждивенчество. Сегодня оно, в принципе, побеждено. Сегодня очень много отселено было населенных пунктов и жителей. Официально 29 тысяч населения было отселено в разные регионы нашей республики и бывшего Советского Союза. Да, это очень сложно было и очень грустно было. Но сегодня мы возрождились, мы возрождаемся. И то, что сегодня произошло в Брагинском районе, 20 лет тому назад или чуть больше, когда прибыл глава государственного нам в районе и сказал району жить и району быть, да, начали вливаться капитальные вложения в Брагинский район. И с тех пор Брагин сегодня возрождается. Возрождается как культурно, так и сегодня на полях нашей Нивы. Мы сегодня имеем прекрасные результаты. Мы сегодня находимся на доске почета Гомельской области. Это очень здорово, очень почетно. И в прошлом году мы даже заняли первое место среди малых регионов нашей области. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, а вот среди жителей это местные жители или все же больше приезжих? В самом районе это местные жители, но есть и приезжие в городской поселок Брагин. Так как Брагин сам отселялся трижды, поэтому в Брагин приезжали, конечно, как с села, так и с других регионов нашей республики. И в то же время из Советского Союза. Так, например, как с Киргизии, русскоязычное население. Ну и успешно они прожились, работают и чтят те традиции, которые находятся у нас на Брагинской земле. Очень здорово. Петр Константинович, ну, насколько мне известно, вы родились в Брагинском районе? Да, я родился в Брагинском районе. Все знаете о Брагинском районе или почти все? Ну, все нельзя знать, но почти все знаю. Сколько лет вы работаете? Ну, я в Брагинском районе уже работаю более 35 лет. Только в Брагинском районе. Ну, а с та же работой у меня, может быть, чуть больше немножко. Да, 35 лет, а я бы так сказала, вы уже школьником работали? Скажите, ну вот из тех достижений, которые на глазах у вас происходили, да, что бы вы особо выделили? Что самое главное за те годы? Вы знаете, за все предыдущие годы, которые, конечно, у нас сейчас очень пошли, вот иностранные, прямые иностранные инвестиции. Вот просто я озвучу для того, что всего в прошлом году мы получили 25 миллионов евро иностранных, прямых иностранных инвестиций. Благодаря чему? Благодаря тому, что мы южный район, мы солнечный район. У нас больше солнца, больше радости, больше улыбок. У вас даже акцент некий появился. Да. И вот эти 25 миллионов евро, конечно, вложили в нашу солнечную энергетику, в батареи наш. Почему? Потому что сегодня наш регион южнее, я уже повторяюсь, день длиннее, чем сегодня в Гомеле. Как нам трактовали ученые, что на 23 минуты. А это очень большое время для энергетиков, для того, чтобы сегодня получить... 23 минуты – это серьезно? Да, да, да. Чтобы получить излишки электроэнергии. Ну, обязательно о солнечной электростанции мы поговорим чуть позже. Ну, а сейчас еще хочу задать вопрос Надежде. Надежда, вот у каждого района свой бренд. У Брагинского их несколько, я знаю. У Брагинского района 7 брендов выделены в такие, 7 чудес Брагина. Ну, это такие самые уникальные. Конечно, наш Брагин интересен любому туристу, который приедет. Во-первых, на Брагничине находится самая южная точка у нас в Беларуси. И, конечно, отдых на природе, рыбалка, лес. Летом очень много людей интересуются именно этой темой. Плюс ко всему, надо сказать, что Брагинщина интересна своими мифами, легендами, уникальной культурой, которая там сложилась. Надо сказать, что именно у нас в Брагине произрастает черная даурская береза, которая вообще не свойственна этому региону. Надо сказать, что именно у нас в Брагине можно увидеть уникальный такой момент празднования свадьбы на Комаринщине, как такие виольца. То есть именно у нас в Брагине установлен танк Т-34, который боевая машина, именно участник военных действий, которых осталось единицы, считанные у нас в стране. То есть это все можно увидеть у нас в Брагине. Да, да, да. Брагин сегодня с Нового года с Москвой, 1637 года. Да, да, да. Кстати, чуть-чуть моложе Гомеля. Надежда, а вот что за чудодейственная икона есть в Брагинском районе? Действительно, есть такая икона, которую мы в прошлом году со всеми жителями, всеми людьми, заинтересованными в развитии культурного наследия Брагинского района, восстанавливали. То есть мы собрали деньги. Эта икона была отреставрирована и сейчас находится в нашем Свято-Никольском храме в Брагине. Ее можно увидеть. Да, ее можно увидеть, конечно. Всем желающим. Надежда, но всем желающим, всем смотрящим эту программу мы можем представить сегодня Брагинский метеорит. Я предлагаю вам пройти к нему. Я вот смотрю, он, мне кажется, мал. Петр Константинович, мне кажется, мал для метеорита, нет? 40 килограмм. Все люди, которые приходят к нам в музей, которые еще никогда не видели метеорита, и уж тем более нашего Брагинского метеорита, им всем кажется, что это что-то такое огромное, невероятное. Он потом приходит и тоже так несколько удивляются размером. Но хочу сказать, что когда я предлагаю мужчинам поднять, они сразу так, да, что-то такое явно неземное. Надежда, потрогать это можно? Да, безусловно, мы предлагаем всем потрогать обязательно. Он у нас стоит незакрытый в музее специально для того, чтобы можно было потрогать и загадать свои самые сокровенные желания. Это связано с тем, что падают звезды на небе, ну, когда падают, не загадают желания, да. Но, как правило, это метеориты летают, вот. А здесь, получается, у нас в Брагине можно прикоснуться к падающей звезде. Это очень здорово. То, что он 40 килограммов, мы уже уясним. 38 килограммов. 38, если быть точными, да. А куда именно на Брагинской земле упал этот метеорит? И мне кажется, он не мог быть один, наверняка, если какие-то мелкие фрагменты. Да. Известно, что это целый метеоритный дождь, и только в официальных коллекциях находится 14 осколков этого дождя. Но, надо сказать, что интерес к Брагинскому метеориту с каждым годом только возрастает. И, кстати, когда это было? Когда это случилось? Точную дату назвать невозможно, но исследователи говорят о том, что в Лавренецкой летописи есть записи о том, что в районе Киева в небе летел огненный змей. И вот есть предположение о том, что это именно падал метеоритный дождь на Брагинщине. Спасибо. Скажите, ну а вот известно, кто нашел его? Кто обнаружил вот этот фрагмент? Ну, это конкретно по всем находкам сложно говорить, потому что изначально... Скажем так, как он попал в музей? Да, потому что изначально было сложно понять, что это метеорит. Когда ты видишь какой-то кусок, ну, мало кто может сразу определить, что это метеорит. Но местные жители очень много по этому поводу задавали вопросы ученым, особенно кузнец. Вот есть такая история, которую мы в музее рассказываем, значит, о том, что кузнец у себя в кузне использовал один из метеоритов в качестве гнета. И как специалист, работающий железом, он стал понимать, что вес и размер несоизмеримы. Да, да. И вот тогда наука дала ответ, что это метеорит. Но это уже точно. Это метеорит, это не легенда. Безусловно, это метеорит. И серия метеоритов, которые найдены именно в Брагине, носит название Брагин. Поэтому если смотреть в каталогах метеоритов, то если кто-то видит название Брагин, знайте, что это с нашей Земли. Его можно увидеть сегодня в Гомельской студии, а каждый день в Брагинском музее историческом с картиной галереи. Безусловно. Спасибо. Мы видим батлейку. Это тоже артефакт Брагинского района. О ней чуть позже. Так. И вот этот уникальный предмет, объект. Да. И сегодня, в канун этих рождественских праздников, мы привезли один из самых ярких, самых редких наших предметов из наших коллекций. Это дарохранительница, которая сохранилась после разрушения храма в нашем Брагинском районе примерно где-то XVIII века. И надо сказать, что это наша гордость нашего района, гордость нашей музейной коллекции. И сегодня все, кто смотрит эту программу, есть уникальная возможность увидеть этот уникальный предмет. Видите, тут же, наверное, загадать желание, да? Вот эта дверца открывается, и туда дары? А, дары можно было ложить, да? Да. Дары, хлеб и вино, как кровь и плоть Христа. Ну, конечно, это церковный предмет. Но сейчас, ввиду того, что предметы, скажем так, обрели каждую свою судьбу после разрушения храмов, вот данная хранительница хранится у нас в коллекции. Это очень здорово. Ну, уникальная возможность у нас сегодня прикоснуться к прекрасному. Спасибо большое, Надежда. Ну, вот меня интересуют легенды и мифы Брагинской земли. С какими историческими личностями они связаны? Ну, Брагинщина, конечно, богата своими легендами. Безусловно, всем, кто к нам приезжает, и кто когда-либо впервые слышит название города Брагин, всем интересны все легенды о происхождении. И надо сказать, что их множество, и они очень интересны. Но самая, пожалуй, интересная легенда, которую любят все наши местные жители и все люди, которые приезжают и знакомятся с нашей историей, это легенда, связанная с любовью таких исторических персонажей, как Марина Мнишек и Лжедмитрий Первый. Надо сказать, что легенда рассказывает о том, что именно у нас на Брагинщине Дмитрий делал предложение Марине, на что она ему сказала, что вот получишь царский трон, вот тогда и стану я твоей женой. И об этом свидетельствует камень любви, который находится в парке, вблизи замка князей Вишневецких, где и происходили эти исторические события, согласно легенде. И до сегодняшнего дня внимание к этому камню велико, да, и все люди, которые хотят получить такой успех в личной жизни, приезжают посидеть на этом камне. Ну, а молодожены считаются, что если после бракосочетания посидят на этом камне, то вот их союз будет неразрушим. Николай Васильевич, вводите гостей, если случается... Конечно, мы даже приглашаем заключить официальные браки у нас в районе, и как раз за тем молодой парой посидеть Талиманский парк и посидеть на камне любви. Петр Константинович, давно ли этот камень находится? И, ну, скажем, такую популярность эта легенда обрела только сейчас или всегда так было? Вы знаете, что раньше это было вообще как бренд, где молодожены действительно возле этого камня, они клялись в любви друг к другу. То есть это не новодел, это уже много лет. Это очень много лет, да. Это обстоятельство, как традиция у нас в районе. Очень здорово, спасибо. Вот я знаю, что сегодня в зрительном зале присутствуют люди, которые не один день провели за изучением исторических материалов и реконструкции прошлого своего региона. И наверняка у них есть свои проекты. «Микулические легенды» и «Батлейка». Есть у нас сегодня Ольга Ходор. Есть, да. Ольга Ходор, учитель истории Микулической средней школы. И Надежда Гананайка, культорганизатор Микулического сельского клуба. Добрый вечер. Здравствуйте. Ольга, скажите, пожалуйста, вот Микула Селенинович из «Микулич» – это легенда или это, ну, доказанный исторический факт? Как думаете? Вы знаете, у нас есть все основания полагать и говорить о том, что это доказанный исторический факт. Ну, потому что наша деревня, она имеет очень богатую историю, которая относится к X веку. Поэтому, благодаря воспоминаниям местных жителей, благодаря историческим источникам, благодаря проведенным в Микуличах раскопкам XIX века, мы все-таки можем утверждать, что да, был такой факт в истории нашей деревни. Микула Селенинович, Микулич, ну, а как еще назвать такую деревню, правда, в которой жил Микула Селенинович? Спасибо большое. Надежда. Я знаю, что в Брагинском районе прям целое батлейочное движение существует. Вы сколько батлейкой занимаетесь? Уже три года. Три года. Может быть, есть такие люди, не исключено, среди зрителей, которые не знают, что такое батлейка? Расскажите о ней несколько. Это кукольный театр. Ну, вот одна из батлейок сегодня присутствует. Она прекрасна, кстати. Куклы прекрасные. На данный момент в Брагинском районе действуют четыре батлейки. Четыре батлейки? Да, четыре батлейки. И у каждой есть свой руководитель, и каждая свои спектакли ставит, да? Скажите, какие спектакли вы ставили? Я ставлю спектакль «Царь Ирод». Это народная драма. Кому, скажем так, спектакль батлейки больше интересен? Детям или взрослым? Вы знаете, я не могу точно сказать, что или детям, или взрослым. Я думаю, что интересно одинаково. И тем, и тем. Потому что и как дети подходят, смотрят куклы с удивлением и с интересом рассматривают их так, и взрослые люди тоже. Потому что это, ну, как бы... Ну, это то, в чём они сами могут принять участие, правда? Конечно. К чему они могут прикоснуться? Они могут потрогать куклы, могут посмотреть, как они действуют. И поруководить даже немножко. Поруководить, конечно. Посмотреть, в чём они одеты, как они созданы, всё. Спасибо большое, спасибо. Николай Васильевич, скажите, обо всём мы поговорили? Вот все ли бренды Брагинского района осветили или что-то осталось нетронутым? Ну, конечно же, всё мы не можем рассказать. Нужно приехать, увидеть, увидеть своими глазами, где-то потрогать руками. Ну, поэтому приглашаем всех приехать, посмотреть ту же Батлейку. Я вам скажу, что когда проходил экономический форум, и приезжали гости у нас россияне и других стран, они просто стоя аплодировали, увидев представление Батлеечное. Потому что это новинка, это очень интересно. А вот, кстати, в роли, ну, скажем, главной роли исполняют, ну, понятно, что куклы, но кто ими руководит? Это ученики, педагоги, кто это? Ну, это пока работают педагоги, специалисты, учреждения культуры и учреждения образования. Но они занимаются обучением детей. Ну, четыре Батлейки в районе, это действительно, мне кажется, это уникальный факт. Прямо Брагинщина Батлеечная. Да, вот сейчас, вот в этом году учебном, при Доме творчества в Брагинском районе, я веду кружок Батлеечный. И надо сказать, что в прошлом году у нас был большой успех. Мы с ребятами взяли первое место в деспубликанском конкурсе по выхованию на основе белорусских традиций. И мы представляли именно свою работу Батлеечную. Надежда, ну вот это именно та Батлейка, которая в Брагине взяла, в вашей Батлейке? Да, в музее, да. Которая находится в музее, с которой работаю я и ребята, которые сейчас со мной занимаются. Ну, она прекрасна. Спасибо вам большое. Приятно, что много интересных, занимательных историй и фактов знают о своем районе не только взрослые, но и дети, школьники, молодежь. И я хочу пригласить в эту студию Илью Мельниченко, разработчика компьютерной игры «Патриот на миллион», учащегося в Брагинской гимназии и его педагога Сергея Александровича Алфинцева. Илья, держи микрофон. Я все правильно назвала? Да. Скажи, пожалуйста, ты учащийся какого класса? Я учащийся девятого класса гимназии городского поселка Брагина. Прекрасно. А за твоими плечами серьезная разработка, компьютерная игра. Кстати, она уже выпущена? Да, она выпущена. Ей могут пользоваться все желающие. В республике? Ну, пока нет. Пока могут пользоваться учащиеся Брагинского района, ну и Гомельской области. Ну, перспектива есть? Да. На республику распространится? Это очень здорово. Скажи, пожалуйста, вот в чем секрет успеха той игры, которую ты разработал? Ну, сейчас ни для кого не секрет, что дети сейчас все сидят в интернете, они забывают свою историю, свою культуру своего района. И у нас возникла такая идея, чтобы создать компьютерную игру патриотической направленности и повышать знание детей к изучению вопросов истории, географии, литературы. У школи сидят в интернете, так пусть хотя бы с делом, да, по делу и узнают что-то новое о своем районе. Скажи, пожалуйста, а вот эта вот идея в базу вопросов, да, добавить, точнее, не добавить, а сложить эту базу из вопросов о истории и географии Брагинского района, это кому пришла идея? Сразу тебе или педагогу? Ну, сразу это пришла, скорее всего, к педагогу идея, но также у нас были уже подготовлены вопросы из наших исследовательских работ, с моим научным руководителем, а также с учителем информатики. Спасибо. Сергей Александрович, да, правильно передал микрофон. У меня такой вопрос. Много ли таких талантливых учеников, как Илья, или он единственный? Ну, не единственный, конечно, но нужно заметить, что талантливы все дети, безусловно, до единого. Ну, а в программировании это, скажем так, очень сложное направление, и все-таки в этом направлении очень мало детей, которые могут удержаться именно, дойти до того уровня, когда вот, как Илья, который может уже создать прям свою компьютерную игру. Ну, безусловно, мы стремимся к тому, чтобы таких ребят было побольше. Но ему, кроме педагогов, еще кто-то помогал из учеников, или это его авторская работа? Из учеников нет. Только педагоги? Да. Это очень здорово. Ну, друзья, я вот хочу вот что вам предложить. У нас сегодня зрительный зал, у нас сегодня здесь на площадке на основной много народу. Может быть, какой-нибудь познавательный момент из игры, может быть, какой-то интересный вопрос. Пожалуйста, вот для проверки знаний, насколько хорошо мы знаем историю или географию Брагинского района. Можете предложить? Конечно. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, друзья, к какому магнатскому роду принадлежал городской поселок Брагин в конце 19 века? Подождите, сразу вслух не оговорите. Поднимите руки, кто знает ответ на этот вопрос. Весь зал. А, и здесь вся площадка знает. Тогда позвольте мне, Сергей, ответить. Я могу вот на правах ведущих? Ну, это Вишневецкие. Да, совершенно верно. Спасибо. Безусловно, я готовилась, потому как, ну, это честь принимать представителей Брагина первыми в этой студии. Дорогие друзья, далее в нашей программе о важных делах, главных достижениях и лучших людях Брагинского района. Дорогие друзья, о Брагинском районе и его жителях. Начинаем мы сегодня цикл программ, посвященных 80-летию Гомельской области. И сегодня в студии наши гости. Петр Константинович Романюк, Николай Васильевич Ещук, заместители председателя Брагинского районного исполнительного комитета. Игорь Евгеньевич Киреня, главный врач Брагинской центральной районной больницы. И Владимир Иванович Ковалёк, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Брагинского райисполкома. Добрый вечер. Игорь Евгеньевич, какова сегодня демографическая ситуация в районе? Сколько жителей мы уже знаем, нам уже рассказал Николай Васильевич. А теперь, пожалуйста. Добрый вечер. Очень для нас радостно. И я вот сам являюсь многодетным отцом. И в том году Николай Васильевич стал многодетным папой. Поэтому я всем бы настоятельно рекомендовал бы последовать нашему примеру. Это очень здорово. Спасибо. И хороший пример, конечно. Безусловно, мне приходилось слышать, вот если я не ошибаюсь, уже после 2010 года, что Брагинский район там показывал результаты в естественном приросте населения. Это действительно так, да? Вы были лидерами, одними из лидеров в Гомельской области. Ну, это касается прежде всего самого городского поселка Брагин. В самом Брагине на самом деле у нас положительный естественный прирост. И для нас, конечно, очень отрадно то, что мы на сегодняшний день имеем превышение рождаемости над смертностью именно в городском поселке Брагин. Что касается вообще темы смертности населения, то за последние два года мы имеем снижение общей смертности. И что особо значимо для нас, это снижение смертности лиц трудоспособного возраста. Конечно, это стало результатом той государственной политики по минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. Значимыми событиями для системы здравоохранения Брагинского района явились, конечно же, строительство стационарного корпуса Брагинской центральной районной больницы в 2002 году. В 2008 году у нас закончена реконструкция Камаринской больницы. Оба этих объекта наших посещались главой государства. В 2013 году у нас была проведена модернизация Брагинской центральной районной поликлиники. На сегодняшний день после проведения модернизации Брагинская центральная районная поликлиника является одним из лучших учреждений амбулаторно-поликлинического типа в Гомельской области. Конечно, я очень горжусь этим. Это очень здорово. Игорь Евгеньевич, скажите, это правда, что в Брагине, говорят, можно пройти такое обследование, которое, может быть, даже и в Гомеле не удастся пройти? И очереди у вас значительно меньше, и попасть к доктору проще, и аппараты там какие-то невероятные. Это правда? Что касается доступности оказания медицинской помощи именно в Брагинском районе, то она выше, чем, допустим, в областном центре. Потому что у нас каждый житель, он, ну, как на ладони, мы все знаем, сама система здравоохранения, она адаптирована и к населению, и население прекрасно понимает, как работает система здравоохранения. Ведь каждый житель у нас внесен в госрегистр. У нас есть Чернобыльский регистр. Мы имеем связь и с областным регистром, и с республиканским. С 1986 года в этом регистре накоплены данные о каждом жителе нашего района. И это, конечно же, нам помогает проводить мероприятия и профилактические, и реабилитационные в плане работы вот именно с каждым пациентом по сохранению и укреплению здоровья каждого жителя. А вот мне интересно у заместителей и председателя спросить, следят за здоровьем жители Брагинского района? Естественно, конечно, да. Сто процентное у нас. То есть это уже такая хорошая привычка? Да, следят, следят. Учитывая посещение врача, количество посещений врача, количество заболеваемости, просто контролируется, как отношение руководителей к своим подчиненным, как они отслеживают. То, можно сказать, с уверенностью, следят за здоровьем люди свои. Ну, а теперь у специалиста. Ну, как вы слышали, у нас в структуре населения сельских жителей очень много. Поэтому, конечно же, и протяженность района 110 километров. И, конечно же, нам нужно обеспечить доступность каждому жителю, дойти до него. И у нас очень много таких вот форм работы выездных, мы работаем с населением более активно. То есть это не только ФАПы? Нет, 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 конечно. Мы у нас есть при помощи исполнительного комитета у нас вот в том году внедрена работа передвижной медицинской амбулатории, где прям весь комплекс можно пройти обследование, начиная от утрозвукового, счетчика измерения накопления радионуклеидов, клинико-лабораторные анализы сдать. То есть мы не ждем, когда к нам придет, скажем, пациент. Мы идем к нему сами навстречу, потому что нам приходится, как бы там ни было, состояние здоровья нашего населения, оно все-таки под контролем должно быть. И мы идем навстречу нашим жителям. Это очень хорошо. Ну и грамотность населения, наверное, в этом вопросе, в вопросе здоровья уже стала выше. Да, Петр Константинович? Как считаете? Да, конечно. Я считаю, что да. Дело в том, что сегодня даже та ситуация, которая у нас сегодня по снижению заболеваемости, тех или иных видов заболеваемости, она намного уже снизилась по сравнению с теми годами, которые были прежде, до аварии и сразу после аварии. Ведь сегодня мы, в принципе, все отдаем для того, чтобы сегодня 100% у нас оздоровались дети, детки наши, чтобы у нас 100% обследовались наши все жители. А это действительно у нас так и есть сегодня. Для оздоровления детей сегодня, конечно, у нас все созданы условия в республике, это все санатория наши дети посещают. Ну и, естественно, конечно, за рубеж выезжают. То есть здоровым быть модно в Брагинском районе? В первую очередь, я считаю, что... Модно и нужно быть здоровым. Да, и нужно. Идут в первую очередь, конечно, Брагинскую районную больницу. А уже потом... Но если она оснащена по последнему слову, если можно так сказать, районному слову, то это очень здорово. Ну, информирование же должно будет начинаться у нас обязательно с школьной скамьи, необходимости там вести правильный образ жизни и здоровый образ жизни. И, конечно же, наши организации дополнительно работают проектной деятельностью для того, чтобы обеспечить свою материальную базу для дополнительного информирования населения. Спасибо. Скажите, а вот как сработала в 2017 году сельскохозяйственная отрасль? Вот чем могут похвалиться хлеборобы и животноводы Брагинщины? Владимир Иванович. Хотелось бы сказать, конечно, что в Брагинском районе живут очень трудолюбивые люди. Ну, если они потомки Микулы Селениновича, то да, конечно. Видимо, да. То есть это подтверждает. Поэтому ежегодно труженики сельского хозяйства добиваются хороших результатов и отмечаются на республиканских и областных дожинках. Да. В этом году район наш Брагинский признан победителем в одной из номинаций. Это номинация, значит, по культуре земледелия, благоустройство, благоустройство животноводческих помещений. Вот. Значит, среди хозяйств Брагинского района, хотелось бы сказать, тоже поработали все хозяйства ровно, в принципе, получили хорошие результаты. Комаринский у нас, открытая акционерная общество Комаринский. Значит, хорошие результаты добился и по урожайности. Вот. И работник ООО Комаринского, значит, Мищенко, стал победителем в районных соревнованиях. В соревнованиях, да. Значит, открытое акционерное общество Брагинский тоже показали хорошие результаты. Значит, это такие работники, как Журов Сергей Иванович, вот, значит, Козлов Денис Владимирович, тоже добились хороших результатов, стали победителем в районном соревновании. Район добавляет по производству продукции сельского хозяйства ежегодно. В этом году мы добавили 10%. Практически вот 10% добавили по производству животноводческой продукции и в растеневодстве тоже добились хороших результатов. Это 9% добавили продукции растеневодства. Кроме того, хотелось бы сказать, что зерновых мы получили 57 тысяч тонн в районе в этом году. Это с учетом зерна кукурузы. Результат этот довольно-таки хороший, но на 2018 год мы наметили все-таки получить... Повысить, да? Да, конечно. Владимир, а почему у меня такой вопрос? Я, конечно же, интересовалась публикациями о Брагинском районе и видела, что есть даже экипаж, в котором женщина. Я уж не знаю, кто она. Помощник, наверное. Помощник. Помощник. Так, скажите, это мужчин не хватает? Или такие активные дамы? Ну, я думаю, все-таки это активная дама, конечно. Да, активная дама. Она хорошо показала себя за время уборочной кампании, то есть нормально отработала. Такая красавица на фотографиях. Это Фалей Мария Григорьевна. Да, вот она. Добились они тоже достойных результатов и показали хороший уровень работы, да. Спасибо большое. Ну, как я понимаю, есть хлеб, значит, будет и песня. Я предполагаю, что сегодня в зале присутствует очень молодой и талантливый исполнитель, родина которого Брагинщина. Проходите, пожалуйста, Николай Чубска. Добрый вечер, Николай. Добрый вечер. Вы учащийся в колледже искусств имени Соколовского. Да. Родом с Брагинщиной. Правильно. Как давно в Гомеле? Училась полгода. Все детство было в Брагине. Так. А на Брагинщину ездите или Гомель больше нравится своими огнями, дискотеками? Нет, конечно, езжу в Брагин, потому что это все-таки моя родина. Она мне принесет вдохновение. И я люблю свою родину и своих родителей. Очень здорово. Достойный ответ. Николай, скажите, долог ли был ваш путь к музыке? С самого детства, когда я еще родился, мне привелась любовь к музыке и к творчеству. Мои родители работали в детском доме творчества, и они все время меня брали с собой. Так. Когда исполнилось 7 лет, я поступил в Брагинскую детскую школу искусств. И сейчас, вот полгода, уже учусь в колледже искусств. А в Брагине сколько музыки учились? 7 лет. 7 лет. 7 и плюс 7 лет. Так получается. И этот инструмент именно баян. Да. По классу баяна. Николай, я надеюсь, что вы нам что-то исполните. Конечно. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Владимир Иванович, еще такой вопрос. Во всем мире набирает популярность такая тема органическое земледелие. Продукты из чистого сырья, выращенные без употребления химии. Вот каковы результаты и перспективы органического земледелия на Брагинщине? Знаете, хотелось бы сказать, что вся продукция, которая производится на Брагинской земле, она отвечает всем требованиям и экологическим по безопасности, и санитарно-гигиеническим. Поэтому, если вы кушаете продукцию Брагинского района, то можете не сомневаться, что она качественная. Конечно, она проходит все стадии проверок. Вопросов никаких нет. Но что касается вот этой темы, о которой вы говорите, органик, значит, ну, у нас в районе занимаются это, конечно, мелкотоварные производители, фермеры, вот, и... Ну, а большие предприятия просто не могут себе позволить, да? Это совсем другие масштабы, это совсем другие объемы. Конечно. Владимир Иванович, ну, если я не ошибаюсь, у нас сегодня в зале присутствует Александр Чубса, хозяин агроусадьбы, который как раз и занимается этим самым органическим земледелием. Земледелием. Александр, иду к вам. Добрый вечер. Добрый вечер. Я не ошиблась, вы хозяин агроусадьбы. Да, конечно. И что такое экологическое земледелие вам знакомо? Ну, начну, пожалуй, с того, что органическим земледелием я начал заниматься не сразу, то есть не я, а моя семья. Вот рядом со мной присутствует супруга Жанна, которую зовут. И вот на баяне играл это тоже мой сын, он тоже принимает в этом участие, конечно же, помогает нам по хозяйству в свободное от учебы время. Но я хочу сказать, что прежде чем начать заниматься органическим земледелием, я прошел обучение в органик-школе, в первой органик-школе, которая была организована Центром экологических решений в Республике Беларусь. Получил сертификат по органическому земледелию и являюсь сейчас экспертом по органическому земледелию. Эксперт и, наверное, педагог, да? То есть вы можете делиться своим опытом? Конечно же, да. Значит, на территории нашей усадьбы, которая находится на исторической земле, рядом с тем же камнем в любви, о котором сегодня уже говорилось. Это очень здорово. Называется она тоже символично, вишенка. Находится экспериментальный участок по выращиванию органической продукции. Что хорошо растет? Вот скажите, что лучше всего растет на Брагинской земле? Растет все. Потому что регион наш южный, солнечных дней очень много. И растет буквально все. Хорошо, а экзоты? Экзоты растут. Вот даже хочу сказать, что в прошлом году я посадил такое южное растение, как шарафуга. Да, это южный фрукт. Он произрастает в Таджикистане. Похоже что-то на яблоки, между яблоками и персиками, что-то такое вот. Вот интересно. Так, а персики? Еще мы плодов не видели, потому что только посадили. Меня уверили, что это будет расти, но я уверен, что тоже что-то будет расти у нас. А персики у нас растут. В этом году мы получили... Сад у нас очень молодой, два года всего. И вот получили из персиковых деревьев, ну, около, наверное, 6-7 килограммов персиков. Персики великолепные. Подождите у Жанны, спрошу у Жанны. Жанна, скажите, вкусные персики? Очень вкусные персики. Таких персиков не купишь ни в супермаркетах, ни в магазинах. Это вкуснее, чем из магазина, да? Еще бы. А вот мы всех приглашаем к себе на агроусадьбу, познакомиться с историей нашего Багинского района. Ну и, конечно же, желательно приезжать в тот сезон, когда персики будут. Поэтому мы всех приглашаем. И я, наверное, хочу дополнить по органическому земледелию. Мы для нашего региона, который является пострадавшим, делаем очень хорошее дело. Направление выбрали. Потому что продать качественно свою продукцию представители личных подсобных хозяйств и крестьянско-фермерских хозяйств могут, имея сертификат качества продукции. Интереснейшая тема – это солнечная электростанция. Мы уже начинали говорить об этом. Но я уже поняла, почему именно Брагинский район, почему именно там она расположена на 23 минуты больше, длиннее день. Хватает ли этим батареям белорусского солнца? Естественно, конечно, хватает. Нас построили и вложили такие инвестиции. 25 миллионов евро вложили в данную систему. Но оправдало это? Ну, только второй год, как реализовывают этот проект. Но уже какие-то результаты есть? Результаты есть, естественно, конечно. Петр Константинович, ну вот сколько электричества она подала в общую сеть за год, за месяц работы? Вы можете сравнить? Значит, у нас две таких станции. Одна – это 4,5 мегаватта, вторая – 18,5 мегаватта. В общую сеть они составили 22 мегаватта в час поставляют в сеть электроэнергии. Но это общее какое-то вливание в общую реку? Или кто-то знает, что он точно получает электричество от солнечной электростанции? Естественно, конечно, инвестор, он знает, сколько он получает. Но это все идет в общую сеть энергетическую нашу. Значит, мы, наверное, меньше закупаем тогда за границей энергетики. Безусловно. Мы, естественно, конечно, пользуемся какими-то другими благами, то есть инвестор пользуется. И сегодня у нас опять намечается такой же проект, но еще покруче, на 50 мегаватт в час. То есть это третья? Это третья электростанция? Это третья электростанция. Но это намечается. Я просто еще говорю о будущем, о тех проектах, которые предвидятся у нас впереди. Это очень здорово. Но вот району нужны профессионалы и такого уровня. Скажите, есть ли недостаток в специалистах? И что вы этим специалистам можете предложить в районе? Хватает ли жилья? Хватает ли заработные платы? Что касается специалистов, да, есть, конечно, проблема со специалистом. Но сегодня этот вопрос решается. Решается, конечно, это работаем мы с высшими учебными заведениями, это работаем с другими предприятиями, организациями тех направлений, которые нам требуются для той иной сферы деятельности. То бишь сегодня для энергетики. Значит, вот к нам обратно возвратился наш человек на эту солнечную энергетику с Минска. Он пожелал сегодня работать в Брагине, и он возвратился на эту станцию работать. Естественно, конечно, мы сегодня предоставляем жилье. В первую очередь здесь, конечно, здравоохранению, образованию. Ну и всем остальным мы, конечно... Не оставляете без жилья? Без жилья, да. Ну а зарплаты? Еще интересуются же люди и зарплатами на уровне. Ну, я хочу сказать, что мы зарплату в этом году мы тоже подняли на уровень. И сегодня мы шестые идем с так малых городов по уровню заработной платы. Шестые в республике или в области Гомельска? Ну это тоже неплохой результат. И по темпам заработной платы мы сегодня на втором месте. На протяжении последних трех лет мы отмечаем, когда то, что выпускники Гомельского государственного медицинского университета сами инициируют распределение в Брагинский район для того, чтобы приехать и отработать у нас определенный срок или закрепиться. Конечно, это для нас очень радостно, потому что люди знают, куда едут. Они знают, сколько они будут получать, с кем они будут работать. Они знают, где они будут жить. Что касается, конечно, вот этих условий и заработной оплаты, и, скажем, предоставления жилья, сегодня в нашем районе, во всяком случае в моей системе здравоохранения, это все успешно решается. Немножко сухих цифр добавлю, даже если сравнить о работе общей с молодыми специалистами. Если в 2016 году в район приехало 70 молодых специалистов, то в 2017 уже 134 молодых специалиста. В два раза. Да, и закрепляя у нас молодых специалистов, у нас выше 70%. Поэтому мы надеемся, что за счет миграционного движения у нас будет рост нашего населения, нашего района. Николай Васильевич, а что бы Вы посоветовали тем молодым специалистам, которые хотели бы, но пока не решаются ехать в Брагинский район? Решиться, во-первых. Я сам приехал работать в Брагинский район. Откуда, кстати? С Ельского района приехал, и об этом не жалею. Поэтому решиться ехать. Ну вот такой сделайте конкретный шаг. Да. Ведь сегодня экологическая обстановка нормализована. Я Вам хочу сказать, что касается экологической обстановки, то сегодня там, где транспорт, там, где промышленность, она намного усугублена, можно сказать, чем сегодня у Брагинского района. Сегодня, да, есть вопросы радиоактивного загрязнения, но это все, земли, земель, но это все контролируется. А что касается воздуха, то сегодня мы живем, мы рожаем, мы сегодня растим детей, мы работаем, учим. И при должном уровне знаний, да, можно успешно жить? Естественно, конечно, да. Да, да. Спасибо большое. Дорогие друзья, чем живет сегодня Брагинщина? Что изменилось в районе в последние годы? Об этом и не только. Сегодня добрым вечером. Дорогие друзья, о Брагинской земле и ее жителях. Их желаниях и возможностях, говорим мы сегодня этим добрым вечером. И я хочу представить еще раз гостей в студии. Знакомьтесь, пожалуйста, если кто только что включил телевизор. Петр Константинович Романюк, Николай Васильевич Ящук, заместители председателя Брагинского районного исполнительного комитета. Александр Иванович Калисан, начальник отдела образования, спорта и туризма Брагинского райисполкома. Александр Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. И Сергей Алексеевич Довгулявец, как говорят в Брагине, да, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брагинского районного исполнительного комитета. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Алексеевич, у меня сразу такой вопрос. Богата ли на таланты Брагинская земля? Ну, мы уже немного смогли убедиться в этом. Ну, может быть... Да, Брагинская земля, она очень богата на свои таланты. Причем различных сфер, направлений, сфер культуры. Да, это и декоративно-прикладное искусство, и хоровое пение, вокальное пение. Сейчас мы развиваем театральное направление, театральное искусство. Ну, батлейка, безусловно. Батлейка, плюс еще я добавлю, к словам Надежды Ивановны, в нашем Брагинском историческом музее создан театр музейный. Театральная труппа, она играет в постановке именно тематики Лжедмитрия и Марии Мишек. Если я не ошибаюсь, у нас даже есть фотографии. В постановке Лжедмитрия и Марии Мишек у нас ставит музейный театр. Репетиции проходят как в самом музее, так, что интересно, с выездом в парк Вишневецкий, где находится Камень Любви. Чтобы полностью окунуться вот в эту атмосферу тех времен. Непосредственно возле объекта. Да, да, да. Очень здорово, спасибо. Александр Иванович, скажите, а вот юным дарованиям есть возможность себя проявить? Школа искусств, художественная школа, музыкальная. Ну, вот по Николаю нам стало понятно, что уровень подготовки серьезный. Дело в том, что в Брагинском районе, помимо школы искусств, которая относится к сфере культуры, в системе образования работают два центра творчества детей и молодежи. Они очень гармонично сотрудничают. Это и Камаринский центр творчества детей и молодежи, и Брагинский. И хочу сказать, что внешкольной деятельностью с занятиями в кружках заняты практически 95-96% детей. Это очень высокий процент. Поэтому мы гармонично дополняем друг друга, систему образования и систему культуры. Здорово. Совместная организация и досуга детей, молодежи. Ну, так и должно быть. Так и должно быть. Где сейчас находятся основные точки приложения сил и вложения основных средств в сфере образования? Я думаю, что для системы образования района традиционными заботами являются создание безопасных условий для детей в учреждениях образования, укрепление материально-технической учебной базы учреждения образования. Это, что немаловажным является и повышение заработной платы учителей. Хочу сказать, что Брагинский район, система образования Брагинского района за 2017 год входит в пятерку районов с самым высоким уровнем заработной платы среди педагогов. Как приятно слышать. Ваши учителя не обижаются, да? Наши учителя не обижаются. И рекламируя, наверное, свой район, я все-таки приглашаю специалистов, учителей физики, химии, биологии, информатики, математики. Мы с удовольствием примем и предоставим все условия и работу. Но нужно сказать, что вот я листаю страницы, будем так говорить, интернет-издания и ваши районные газеты. Видела очень много молодых лиц. Ребята приезжают в Брагинский район, работают в школах. И, по-моему, даже в начальных классах. Да, потому что у нас... Парни работают. Да, конечно. У нас основными поставщиками кадров в нашем регионе являются два учреждения среднего образования. Это Лоевский педагогический колледж и Речицкий педагогический колледж. Я хочу сказать, что из 43 молодых специалистов, которые прибыли в 2017 году к нам в район, половина из них это уроженцы Брагинского района. Никто другой заинтересован в том, чтобы к нам гарантированно пришли молодые специалисты на те вакансии, которые существовали. А молодые специалисты уроженцы Брагинского района гарантированно останутся в Брагинском районе. Ну, вы, наверное, не будете против, если представители других регионов, правда, останутся в Брагинском районе. Всегда с радостью примите. Только за. Только за. Прекрасно. А какие виды спорта сегодня интересны жителям Брагинского района? Каких есть результатов? Я хочу добавить также, что система спорта и физической культуры в Брагинском районе также размещена очень органично. В Брагине действуют два учреждения спорта. Это физкультурно-спортивный клуб «Урожай» и Брагинская детско-юношеская спортивная школа. Вот представитель, директор этой школы сегодня находится в студии и сидит в самом комарине, работает, уже относится к системе образования. Это физкультурно-спортивный центр детей и молодежи. Поэтому весь район у нас охвачен физкультурно-спортивной работой. Ну, мне тут приятно было слышать, что здесь многодетные отцы. А физкультурой занимаются вот так, на таком уровне, Игорь Васильевич? Конечно. Думаю, что это велотренажер, которым занимаемся. Спасибо вам большое. А вот скажите, жители Брагина, Комарина, все понятно, здесь проще. Здесь есть школы, здесь есть центры. А вот организуется ли подвоз из деревень, возможно, в музыкальные, спортивные школы? Есть какая-то такая услуга? Или может в деревнях там хватает площадок? Что касательно именно сферы культуры, то у нас в районе составляет систему культуры 41 учреждение. 41? Да. Это включает в себя и библиотеки, клубы, музеи наши исторические, и детская школа искусств с филиалами. С филиалами на селе и с филиалом в городском поселке Комарин. То есть подвозить не надо, все в своем населенном пункте. Мы пытаемся охватить полностью все наше население, и где представляется широкий аспект услуг, где может любой человек в наших учреждениях культуры выбрать для себя по душе занятие. Очень здорово. Кто-то хочет петь, он поет, научится декоративно-прикладному искусству обучаем. Мало того, добиваются успехов наши талантливые люди, и дети, и взрослые, неоднократно участвовали в республиканских и международных конкурсах. И дипломы получали. И были победителями даже, да. Гран-при получали. Также детская школа искусств сегодня Николай исполнял нам произведения. Ну Николай был прекрасен, да, спасибо. Также участвовал в областных республиканских конкурсах и занимал победные места. Давайте спросим у Владимира Михайловича Корхова, директора детско-юношеской спортивной школы городского поселка Брагин. Скажите, Владимир Михайлович, насколько популярен спорт в Брагине? Общая сложность занимающихся в районе спортом 22% от численности населения. Ну я вот заметила, смотрите, тяжелая атлетика, легкая атлетика и футбол. Ну это в основном мальчики, а девочкам что? И девочки у нас тоже занимаются легкой атлетикой и тяжелой атлетикой занимаются. А, вон оно что! Ваши девчонки такие сильные, быстрые. Значит, у нас есть свой бренд «Брагинская десятка». Это легкоатлетический пробег международный, где финансирование идет с Министерства спорта. В ней принимают участие из Германии представители России, Украины, со всей Беларуси съезжаются. Хорошо, а из Брагина представители бывают? Из Брагина даже занимают призовые места. Вот как приятно! Но это по весне. Это весной, это накануне 26 апреля, в этом году будет 21 апреля. Спасибо. Скажите, а может быть в сборных Ваши воспитанники, может в серьезных командах? В национальной сборной у нас в настоящее время среди молодежи находится один человек, это Шахницкий Владислав. Он стал победителем. Ну и в Музырской Славии есть, играют Ваши воспитанники. Эти ребята, они играли в Музырской Славии, значит, до определенного времени пока не ушли в армию служить. Значит, также ДСК, играли ребята в футбол, значит, легкая атлетика у нас, Лаенский Илья до сих пор, но еще является чемпионом республики. Да, известная фамилия, да. Также у нас еще молодежь, которую мы передали в училище Олимпийской резервы на другие виды спорта, это Тузова Ирина. Она стала призеркой среди взрослого населения, призеркой в турнире на академическое гребле. Вот. Но это наша перспектива. Также в этом году мальчик поступил в училище Олимпийского резерва в Минск. Очень здорово. Молодые, молодые подрастающие надежды. Он еще только закончил пять классов, где нет возможности в Умпийской области в этом возрасте. И уехал в Минск. Да, родители везли его. Спасибо, спасибо. Это очень интересно. Оказывается, еще Брагинщина и на рекорды богата. Да. Ну вот, Сергей Алексеевич, такой у меня вопрос. Ну, все же больше сельского населения в Брагинском районе, ну, пополам, да, приблизительно пополам. Ну, вот говорят, где такая картина, ну, бедновато на культурные события. Что вы ответите? Я бы не сказал, что наш район бедноват на культурные события. Но если четыре батлейки только, да, то это серьезно. Кроме того, что были названы брендами наши вот эти артефакты, что сегодня представляли, я бы еще хотел сказать, что и мероприятия у нас есть, о которых тоже знают в других районах. Это такое мероприятие, как фестиваль эстрадной песни и танца «Зорная карусель», которые могут принять участие и показать свои таланты. Юные дарования не только с нашего Брагинского района, но также приезжают к нам участвовать и из Гомеля, по две, по три команды, из Ельской, из Заширья, из Хойник, то есть все ближайшие районы. Мы не забываем, конечно же, и про наших взрослого населения. Для них у нас есть фестиваль «Брагинская музыкальная весна», в котором участвуют... Но это исполнители музыкальных инструментов или вокалисты? Нет, «Брагинская музыкальная весна», она собой представляет фестиваль, в котором участвуют талантливые люди, не представители культуры. Ох как! Вот это интересно! Все организации, условием является участие в нем организаций, не являющихся организациями и учреждениями культуры, где действительно могут работники и здравоохранения, и образования, и сельского хозяйства показать свои творческие способности и раскрыться. Это очень здорово. В этом году у нас будет... Будет? Да, у нас раз в два года проходит, и как раз в этом году весной нас ожидают. Сергей Алексеевич, ну вот я слышала очень хорошие, интересные отзывы о таком коллективе, как «Голоса Дубравы». Говорят, что это чистый голос Брагинщины. Вот так, вокально-мужская вокальная группа. Хотим слышать эту вокальную группу? Это возможно сегодня? Возможно сегодня услышать эту вокальную группу. Мы приехали... Мы? Мы, да. То есть вы – это часть этой вокальной группы? Я тоже являюсь членом этой вокальной группы. Так. Участником вокальной группы «Голоса Дубравы». И мы сегодня приготовили для вас песню, с удовольствием ее исполним. Хотелось бы еще просто сказать, что... Да, несколько слов о группе. Скажите, сколько она существует? Значит, группа наша существует около 10 лет. Скоро юбилей будет. У нас в районе 6 коллективов со званием «Народный любительский коллектив» и один хореографический образцовый. Очень здорово. И все они вокальные. Вот один из коллективов – это «Голоса Дубравы». Ну что, Сергей Алексеевич, тогда мы занимаем место в зрительном зале. А сюда, на эту площадку, зовем вокальную группу «Голоса Дубравы». Каждый вечер в новый клуб ходит с нами модница. Ну а кто из нас не любит, даже не обмолвится. Каждый вечер в новый клуб ходит с нами модница. Ну а кто из нас не любит, даже не обмолвится. Все друзья и за нее между собой ругаются. И не даст она, говорит, кто же ей понравится. Любва, грузая, груза, парни поселковые. Люблюны ее глаз на светло-поселковые. Люблюны ее глаз на светло-поселковые. Любва, грузы, грузы, грузовы. Любва, русская краса, парни поселковые, Люблю ты в ее глазах светло-посельковые. На машине грузовой, семью метельницу, Мельчал казак легкой, улыбнулся девицей. Молодого паренька встретила голубушка, Полюбила казака наша Люба-Любушка. Любва, русская краса, парни поселковые, Люблю ты в ее глазах светло-посельковые. Любва, русская краса, парни поселковые, Люблю ты в ее глазах светло-посельковые. Любва, русская краса, парни поселковые, Люблю ты в ее глазах светло-посельковые. Любва, русская краса, парни поселковые, Люблю ты в ее глазах светло-посельковые. Люблю ты в ее глазах светло-посельковые. Люблю ты в ее глазах светло-посельковые. Дорогие друзья, я поздравляю всех с наступившим 2018 годом, с Рождеством Христовым и хочу пожелать вам в 2018 году быть счастливыми людьми. Прекрасно, спасибо, Николай Васильевич. Я хочу пожелать всем и району, и области, чтобы, вспоминая о нас, никто не думал о Чернобыльской аварии. Поэтому желаю забыть эту тему и думать только о здоровье. Думать о здоровье, думать о хороших людях, думать о возможностях новых и перспективах. Спасибо. Пожалуйста, Петр Константинович. Уважаемые друзья, я хочу всем пожелать, конечно, в первую очередь, любви, любви к собственному нашему району, к тем традициям, которые у нас есть. Ну и, естественно, Гомельской области всей удачи, благополучия. Ну и, конечно, всех свершений, тех, которые сегодня задумали у нас в Гомельской области и в Украинском районе. Конечно, я как возглавляю экономическую службу, это выполнение прогнозных показателей. Прекрасное пожелание. Спасибо. И Сергей Алексеевич. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, любви безграничной. Приглашаю всех в наш район. Не просто увидеть здесь на экране то, что мы сегодня успели показать, хотя это та малая часть, что мы успели. Да, поэтому всех ждем, всем любви, крепкого здоровья и будьте счастливы. Ну а я благодарю вас, уважаемые участники этой программы и зрителям, тоже, которым я не раз подходила. Благодарю за прекрасную возможность, предоставленную узнать о Брагинском районе, о земле этой прекрасной и о людях так много интересного. Спасибо вам большое. В эти рождественские дни каждый из нас с надеждой смотрит в будущее и наряду с желаниями строит, конечно же, и планы. Дорогие друзья, пусть эти планы обязательно осуществятся. Всего вам самого доброго. Счастливо. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok